Восемьдесят пять лет умер прославленный олимпиец, тяжелоатлет, штангист Юрий Власов. Меньше его знают как писателя, а в общем-то современные поколения его могут знать разве что по отзывам Арнольда Шварценеггера, артиста, который гораздо более известен и в мире, и в нашей стране. К большому сожалению, талант Юрия Власова был, ну можно сказать, предан и своим собственным народам, и государствам, и вся его история, в общем, трагичная. Я был с ним знаком на коротке, очень незначительный промежуток времени. Это знакомство не продолжилось, хотя побывал я у него дома и разговаривал с ним дважды по несколько часов. Тогда это было связано с тем, что в Москве образовалось безвластие, и требовалось провести новый выбор мэра. После ухода в отставку говорила Попова, хотя такая процедура и не была предусмотрена, но по каким-то причинам он отказался продолжать свою деятельность на этом посту, хотя вроде бы формально ему было высказано доверие. И это 92-й год, и надо здесь упомянуть, что с 92-го года, поскольку выборы были сорваны, там расстрел парламента тому поспособствовал, и, в общем-то, режим террористический, режим, установившийся тогда, в 93-м году, уже был заложен в действиях более ранних. 92-й год. Не удалось провести выборы с 92-го года по 96-й год. Я говорю чисто формально, потому что все выборы фальсифицированы. Но в 92-м году мэр Москвы ушел в отставку, и новый мэр избран не был. В течение четырех лет с 92-го года по 96-й год самопроизвольно на этом посту фактически исполнял обязанности мэра Москвы Юрий Лужков. Не имея на это никаких полномочий, то есть он совершил государственное преступление, преступление, присвоение себе власти, позволило ему это сделать, естественно, Ельцин и его окружение, которые, в общем-то, силовым образом добились того, чтобы власть в Москве не изменилась. Они бы эти выборы проиграли, Лужков точно знал, что он эти выборы проиграет. И пока не изменилась ситуация, он на выборы не выходил. Но тогда, в 92-м году, разные люди выдвигались, происходили. Московский городской совет объявил выборы. Позднее это решение было отменено. Суды, прокуратура, я уже сейчас не помню деталей, но вроде бы высший орган власти в субъекте Российской Федерации объявил местные выборы мэра в связи с тем, что мэра на этом посту больше нет. Лужков избирался вице-мэром, но и все. Это не значит, что выборы можно отменить, потому что у нас вице-мэра есть. У нас мэра нет. Избранного мэра нет. Ну, естественно, объявляются выборы. И тогда состоялись выдвижения, и я участвовал в организации выдвижения кандидата в мэр Юрия Власова. С ним я был знаком, может быть, не близко, но, тем не менее, вот эти разговоры с ним, и тогда его книга, и некоторые его статьи я тогда читал, выступления перед читателями. Он стал писателем. Он после того, как его Советский Союз, в общем-то, предал, сейчас еще два слова скажу об этом, он превратился в писателя, может быть, не самого успешного, не первого ряда, но, может быть, поэтому он и не стал успешным писателем, что ему не позволили это сделать, потому что его первая, объемная, самая, можно сказать, показательная книга, лицо автора, это «Огненный крест». Сначала он вышел в виде двухтомника в 92-м году, как раз от него я получил в подарок этот двухтомник, а потом трехтомник, расширенное издание. Это книга о Колчаке. И для тех времен, ну, это не было чем-то таким экстравагантным. Это сейчас идет борьба символов, и сейчас появляются какие-то мемориальные доски, их там срывают, оскверняют, памятники какие-то. Должна быть доска Маннергейма или не должна, Колчак хороший, Колчак плохой, коммунистия вся эта. Тогда не было этого, то есть тогда коммунисты заткнулись, их не было видно, тише воды ниже травы. Но во власти коммунистическая номенклатура продолжала оставаться, поэтому всеми силами добивались они того, чтобы Юрий Власов не состоялся как писатель и не состоялся как общественный деятель. Да, он был депутатом Верховного Света СССР, он был российским депутатом в Короткую Думу с 92-го по 95-й год, два года. Он выступал многократно и в 96-м году вышел на президентские выборы. Если бы тогда его хоть кто-нибудь бы поддержал, может быть, у нас не было бы того безобразия, в котором мы живем. Впрочем, выборы, конечно, фальсифицированы, и мы не знаем, сколько тогда Юрий Власов получил. К большому сожалению, его личных сил, его личного потенциала не хватило для того, чтобы начать объединять какие-то разнородные силы, но все-таки его тогда выдвинули, он баллотировался, получил 0,2%. То есть народ его вообще не заметил. Заметил урода Ельцина, заметил урода Зюганова и заметил брутального, разыгрывающего из себя такого Деголя, генерала Лебеди, который на самом деле, если там об этом отдельно говорить, не был тем, за кого его принимали. И тогда он сразу предал, мгновенно. Сразу пошел на службу Ельцина, потом губернаторы дали ему возможность. Зеленый свет Березовский профинансировал, и он губернатором Красноярского края и закончил свою жизнь, и политическую карьеру. Но неважно, то есть достойного человека не заметили, который не был связан с номенклатурой, который, несомненно, олимпийский герой, а какое еще геройство может быть более ярким в мирное время. И два слова скажу, как произошло то, что фактически закончился этот героический путь в спорте в 64-м году. Это уже было так давно. И почему после этого практически Юрий Власов не выступал? Он потом еще в 68-м году, по-моему, на чемпионате Москвы очередной рекорд установил, но фактически после 64-го года он не выступал на международной арене, в Олимпийских играх, в чемпионатах мира. Почему это произошло? И он мне говорил, что когда его постигла неудача в 64-м году на Олимпийских играх в Токио, где он установил два мировых рекорда между делом, но в конце концов по результатам троеборья, трех попыток, тогда был жим, рывок и толчок штанги, он занял второе место. Это история драматическая, потому что жили они с его будущим победителем, кто его превзошел в одном номере, и Жаботинский тоже рекордсмен, чемпион и так далее. Он все время плакал, что он не в форме, что он не готов к соревнованиям, что здоровье чувствует себя не вполне нормально и так далее. И он давал понять Власову, что тот несомненный лидер, что тому не грозит никакая конкуренция. И вот так произошло, что в первом упражнении Влас выигрывает, там обходит на 10 килограмм, во втором упражнении он выигрывает, потом еще делает четвертый подход, не предусмотренный регламентом, и в рывке устанавливает новый мировой рекорд, то есть уже настолько он уверен, что он даже дополнительное упражнение, ну как бы ему как человеку великому уже, и понятно, что он предыдущую Олимпиаду выиграл. Ему предоставляет такую возможность, он триумфально устанавливает мировой рекорд. И дальше следующее упражнение. В следующем упражнении Жаботинский толкает 200 килограмм, в первой попытке Власов идет на 205 килограмм, в первой попытке, потом устанавливает 210, Жаботинский пропускает Власов, поднимает 210 килограмм, дальше следующий вес, следующий вес они все пропускают до мирового рекорда, то есть мировой, самая тяжелая в мире штанга стоит для того, чтобы ее вот сейчас подняли. Жаботинский идет на вторую попытку, ее проваливает. Ну все остается, что остается, как Власов предполагал, что если он первую провалил, то третью он тоже провалит. И вот это психологическое состояние абсолютного доминирования, связанное с тем, что вот эти разговоры были бесконечные, он третью свою попытку, то есть вот он 205 взял, 210 взял, 217 с половиной он пытается столкнуть и в третьей попытке проваливает, и даже, как он мне сказал, ну, сейчас не возьму, ну, на чемпионате мира я этот рекорд установлю, нет, нет вопросов. А Жаботинский берет этот вес в третьей попытке, ну, то есть вот самый край такой, можно сказать, чудо такое состоялось. И дальше состоялось уже не чудо, а дальше состоялась человеческая подлость, когда новый олимпийский чемпион, а этот только серебряную медаль, и, как мне сказал Юрий Власов, все отхлынули, то есть вот тут был почет, уважение, там, президиумы, награды и так далее, а тут все ушли мгновенно, друзей не осталось, тишина, и никто даже не интересовался, как это вот, никто не поддержал, и в этом, я думаю, состоялся психологический надлом, и, в общем, ну, человек выиграл все, что только возможно. Установил там бесконечное количество мировых рекордов по отдельным видам, по сумме трех упражнений, и, в общем, нет тех вершин, которые бы он не брал, и он бы еще бы брал, повторно бы заходил бы на эти вершины, повторно бы устанавливал бы все более высокие веса, брал бы и повторно устанавливал бы олимпийские рекорды, но его потрясло вот это состояние общества и состояние государства, в общем-то, общества как такового и не было, была в основном государственная власть, что от него сразу отвернулись, он уже бесперспективный, ну, он олимпиаду проиграл, и, скорее всего, там, на следующую, может, и не выйдет, и кто его знает вообще, стоит ли делать ставку на человека, который там занял второе место на олимпийских играх, сейчас занял там бронзу, это просто все на руках носят, человек бронзу отвоевал в каком-нибудь виде, да, а тогда только золото, все остальное, ну, действительно, по-хорошему, существует только чемпион, вице-чемпионов традиция олимпийская не предусматривала, и оказалось, что вот стоило человеку споткнуться, взять не золото, а серебро, причем в конкуренции между своими, и прекратилась сразу, как бы жизнь прекратилась, жизнь чемпиона прекратилась, я думаю, что оборотной стороной этой истории, скрытой от глаз, является слежка за чемпионами, за тем, чтобы эти люди оставались в рамках вот того пространства, которое было очерчено коммунистической идеологией. Он должен быть пропагандистом советского образа жизни. А у Власова уже тогда складывалось понимание того, что это за строй. И в начале 90-х годов он совершенно открытый, и я считаю, правильно, не терминологический, а по сути, отождествлял большевизм с германским нацизмом. Ну, там, называют это все фашизмом, неправильно и так далее. Он тоже в этом ошибался, но он не погружался в этот вопрос. А в сущность большевизма, да, это террористический режим, это живодерская идеология. И я бы даже сказал, что большевистская идеология, она куда более живодерская, чем нацистская, потому что нацистская, она как бы хотя бы какой-то круг народов выделяла особый статус. Вот это вот люди или там сверхчеловеки, а все остальные там либо полулюди, либо недолюди, унтерменши. А большевистская идеология предполагала истребление вообще всех. То есть истребление, прежде всего, лучших. И даже так вот, если немцы там или там идеологи нацизма предполагали, что надо лучших сохранять и даже как бы биологический потенциал сохранять, ценить интеллект, высокие образцы культуры и так далее. Вот это все надо сохранить и поднимать. То большевизм, для него истреблению подлежало как раз все лучшее. То есть уравнять всех в дебильности и рабстве. Ну и в нищете, разумеется. То есть это еще более человеконенавистническая идеология, чем германский нацизм. Я думаю, что подспудно или тайно какие-то решения были приняты, потому что уже понимали, что уже там какие-то литературные опыты, видимо, начинались, увласывали где-то высказывания, которые доносили. И это сделано было намеренно. Вот он споткнулся, не смог рекордный вес взять. Все. Мы его списываем сразу и навсегда. Так оно и получилось. И, ну, это сразу же изменяется. Уровень доходов изменяется, изменяется возможность тренировок, выступлений, отношение судей на спортивных соревнованиях. То есть меняется абсолютно сразу все. И Власов это почувствовал и, скорее всего, отступился, потому что понял, что против системы он ничего не сможет сделать. Он не сможет даже со своими талантами перебить эту систему. То есть все внимание, все преференции теперь Жаботинскому, а ему нет. И вот один раз еще попробовал прорваться, установил мировой рекорд, и дальше уже все. Дальше приходилось становиться писателем. И на общественной ниве что-то делать, но из этого тоже мало чего вышло. И главным уже предателем, я бы сказал, уже было не большевистское, коммунистическое советское государство, а уже вот тот самый народ, который населял это государство, и которому показалось, что в 90-х годах он освободился, на самом деле он остался в плену всех тех же глупейших идей, которые социалистические или либералистические, разницы особой нет. Это все одно и то же. Все одно и то же. То есть сначала боролись за свободу, иллюзию свободы дали, начали бороться за социальную справедливость, которой нет и быть не может, и свобода. Это было иллюзорно. Но люди остались в рамках своих идеологических догматов, которые еще с молодых лет советская власть, так называемая, в кавычках в них воспитывала. И поэтому они не поддержали Юрия Власова, не поддержали его ни в одном направлении. Он не стал известным писателем, то есть не интересовались его книгами, его работами. Хотя когда он выходил, когда там о нем печатали в газетах и так далее, это привлекало внимание, но никакой поддержки он не получил. Нет людей, нет бизнесменов, нет читателей, никакой поддержки. И от избирателей он не получил тоже никакой поддержки, как я уже сказал. Хотя депутатом он был, в округе выиграл, но значимой политической фигурой он так и не стал, а мог бы стать, если бы москвичи себя вели иначе и требовали, и действительно добились бы выборов мэра Москвы, если бы они поддержали Юрия Власова, если бы на президентских выборах они отказались бы поддерживать Ельцина и обращать внимание на Зюганова или Лебедя, обратили внимание на Юрия Власова. Жизнь этого человека – это определенный урок для нас всех. Мы должны от ложных героев обратить свой взгляд на героев истинных, настоящих, на нравственные авторитеты, на истинных героев, а не на так называемую номенклатуру, не на чиновников, которые опираются на олигархию, на варьё, на предателей, на иностранные государства и на недоброжелателей нашей страны. Вот истинный патриот, вот его трагическая, печальная судьба. Из неё можно сделать какие-то выводы? Я думаю, можно, и обязательно это сделать всякому русскому человеку. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси! Господи, спаси! Господи, спаси! Господи, спаси! Господи, спаси! Господи, спаси! Господи, спаси! Продолжение следует...